доброе утро дорогие друзья сегодня у нас 25 каст который называется завтрак с библии и мы в нем рассказываем и обсуждаем чем на вопросы по поводу того что прочитали сегодня утром в библии и сегодня хотела рассказать одной вещи которую мне пришлось процитировать позавчера буквально в иерусалиме когда с нами на экскурсии которые мы которые уже рассказывал прошлый раз был человек из украины который не понимал для чего вообще все вот эти вот атрибуты и всякие ритуализация всего что происходит возле стены плача в том числе там есть такой такая бетонная такое бетонное сооружение в нем есть эти самые краны и стоят металлические кружки для омывания рук и так далее такие же находятся в каждом туалете в каждом умывальнике так как у меня спросила что это за вода которая течет эту крану что святая и я ему говорю что нет это вода не святая и это то насчет чего иисус в иисуса была была притча которую он рассказал описывается она в главе 15 евангелия от матфея со второго стиха и я позволю себе зачитать быстренько чтобы мы знали о чем идет речь даже с первого стиха тогда приходит к нему и к иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят зачем ученики твои приступают предание старцев ибо не умывают рук своих когда едят хлеб он же сказал им в ответ зачем вы приступаете заповедь божию ради предания вашего ибо бог заповедовал почитается и мать твою заслуживающий бога или мать засущая цели мать смертью да умрет а вы говорите если кто скажет отцу или матери дар богу все то чтобы ты чтобы ты от меня использовал тот может не почитать отца и мать и мать свою таким образом вы устранили заповедь бога преданием вашим лицемеры хорошо пророчествовал о вас и сая говоря приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком а сердце же и переко от меня но тщетно чтут меня уча учениями заповедям человеческим и призвав народ сказал слушайте и разумеете не то что входит в уста скверняет человека но то что выходит из уста скверняет человека тогда ученики его приступили и спросили не сказали ему знаешь ли ты что фарисеи услышав слово сие соблазнились он же сказал в ответ всякое растение которое не отец мой небесный посадил искоренится оставьте их они слепые вожди слепых если слепой ведет слепого то оба упадут в яму это же сказал отвечая сказал я сказал ему изъясни нам причу сию иисус сказал неужели и вы не разумеете еще ли не понимаете что все что все входящие в уста проходит в чрево извергается вон а исходящее из уст из сердца человек из сердца исходит сие на скверняет человека ибо из сердца исходят злые помыслы убийства прелюбодеяния любодеяния кражи лжесвидетельство хуление это скверняет человека а есть неумытыми руками не скверняет человека очень многие с кем я разговаривал на поводу этого местописания спрашивают ну что ж теперь не мыть руки перед едой что ли на самом деле нет здесь речь идет о традиции которая была введена фарисеями так называемая традиция омовение рук перед тем как даже если вот как бы объясню это происходит даже если вы сейчас помыли руки с мылом после этого вам нужно три раза из специальной кружки полить на каждую из рук и воды и произнести совершенно нелепое благословение которое звучит примерно следующим образом на русском языке благословенный бог господь наш который осветил нас заповедями своими и заповедал нам омовение рук вот я очень много раз читал библию и на иврите и на русском и сейчас вот изучаю греческие читаю на греческом я нигде не видел заповеди омовение рук то есть вот это то о чем говорил иисус что они своими преданиями старцев приступили заповедь божью на самом деле не имеет значение омыл ли человек руки перед едой или после туалета или пост главное что он их вымыл да то есть вот для них будем так говорить для даже для сегодняшних парисеев и я там был да я знаю что как это объясняется объясняется что вот мы вы вымыли руки да это быть стекло из водопровода там с мылом это все от человека да вот если мы еще водой польем и благословим это то значит это бог омыл наши руки они перестали совсем чистый то есть вот и об этом именно иисус и говорил в своей притче что на самом деле то что исходит из уст и не то что входит человека оскверняет его не оскверняется человек тем что он не омыл руки вот этими кружками оскверняется он тем что он извергает из себя и на сегодняшний день как бы вот мы видим что среди парисеев особенно к этому пред приложил руку один из мудрецов торы которого зовут раши и он создал такой пакет инструментов которые в общем всячески будем так говорить обливает грязью все что связано с верой в иисуса и поэтому он считал что каждый человек который достаточно прочитал это почему они разрешают и иудеям особенно увлекаться изучением торы особенно пророков потому что там все пророчества говорят об иисусе как о миссии и все знают кто это такой и поэтому они на сегодняшний день изучают по большому счету не тору и пророков а изучают по большому счету только все что написано вокруг так называемую устную тору и вот там как раз и написано что все что иисус делает он отвергал заветы бога на самом деле в заветах бога нигде не написано что нужно там и омывать руки скажем перед едой это одна из причин того в чем были разногласия между фарисеями и иисусом кстати если вы обратите внимание почти нигде не упоминается что у иисуса были разногласия с книжниками то есть теми кто жил по книге имеется ввиду по торе у него были разногласия только с седукеями и с фарисеями потому что они в общем добавили очень сильно много разных преданий старцев разных толкований которые не имеют отношения к слову божьему тем более что сам иисус является богом и он уж точно знал что он имел ввиду и когда вот он сталкивался с этими фарисеями и и седукеями он всегда с ними в общем входил так сказать в дискуссию по поводу их преданий а вот книжники у него никогда не было проблем потому что книжники жили по книге как написано так написано и не до сих пор как бы мы видим что опанируют нам фарисеи в разговоре вот особенно среди мессианских евреев это часто вижу когда мы разговариваем с фарисеями они говорят что вы мессианские евреи давно уже не евреи потому что вот тут написано так тут написано так и цитирует в основном не тору и пророков на цитирует устную тору или всяческие изыскания раввинов разных времен поэтому когда иисус говорил что бойтесь закваски фарисейской седукейской он имел именно в виду вот это что больше по большей части фарисеи они в общем опираются не на слово божье а на свои собственные изыскания талмуды все остальное вот как бы так вспомнилось к слову сегодня читал отрывок я как раз говорили о нем в субботу на экскурсии поэтому вот как бы такое разъяснение небольшое потому что что происходит если вы будете возле стены плача в виде там кружки которые под кранами стены совсем не святая вода это просто такая традиция которую они возвели в рамк заповеди то есть если человек вышел за стены плача и не омыл своих рук или зашел к стены плача и не омыл своих рук то он не чистый а иисус будучи богом говорит что есть не умытыми руками не оскверняет человек имеется ввиду что он не полил три раза на каждую руку из кружки не произнес это нелепое благословение которого нет абсолютно ни в какой были заповеди о котором нет ни в какой из книг торы ну вот в общем вот так вот не знаю почему сегодня такой получился разговор но вот об этом захотелось поговорить как бы так легло на сердце думаю что был для вас полезен итак завтра у нас 26 каст приходите на нашем канале подписывайтесь чтобы получить точную информацию сколько он начнется дело в том что я по утрам про несколько кастов подряд зависимости но когда не заканчиваются мы начинаем завтрак библии но он всегда утром и вы можете пролистать все всю нашу ленту здесь или просмотреть на моем сайте или в ютюбе набрав завтрак библей с вами была вера станкевич спасибо вам за внимание то что вы смотрите нас и слушайте нас и хорошего вам дня до завтра пока